Горячая вода уже не горячая. С сегодняшнего дня компания «Теплотранзит» приступила к гидравлическим испытаниям в отдельных районах города. Когда официально остановят подачу горячей воды в Караганде и когда она вновь появится? Как будут идти начисления сейчас, когда услуга уже не соответствует требованиям, выясняла Ирина Вобещевич. Сегодняшний день мы приступили к гидравлическим испытаниям сетей. На сегодняшний день уже сейчас будут испытываться тепловые сети микрорайона Гульдер и участок трубовой сети магистрали М10. Горячая вода параллельно подается в остальные части города. Часть города уже остались без горячей воды, а остальная ее лишится с 10 мая. Именно эту дату назвали как официальную в завершении сезона горячего водоснабжения. 20 июня испытания завершат, но вода в кранах не появится. Горячая вода сможем подать только ориентировочно в середине августа. Потому что в этом году проводится реконструкция тепломагистрали М10 от участка неподвижной опоры 8.7 до павильона 10.1. Там будет проводиться именно реконструкция основного узла связи, по которому подается ГВС города. С 10 мая до августа будет остановлено начисление за услугу. Однако уже сейчас горожане возмущаются, что как только топительный сезон завершился 24 апреля, то и вода с крана стала течь почти холодная и грязная. Проблема всех городов, где присутствует система горячего водоснабжения с открытой схемой. То есть данные трубопроводы нашей города Каранда были спроектированы таким образом, что горячая вода подается именно по тем же трубопроводам, под которым подается отопление. И во время проведения ремонтных работ мы можем подавать только по одному трубопроводу. В тупик циркуляции не будет. И наличие горячей воды будет зависеть от того, насколько потребители эту воду разбирают. Всего абонентов, которые пользуются горячей водой, в пределах 130 тысяч. Из тех, кто оставался пользоваться горячей водой в летний период, было порядка 83 тысяч абонентов. На сегодняшний день из этих 83 тысяч осталось 27 тысяч абонентов, которые в данный момент пользуются горячей водой. Проблема в том, что емкости тепломагистрали огромные, а потребителей горячей воды в городе остается с каждым годом все меньше циркуляции. Нет, вот и вода несоответствующая. Многие начнут ссылаться, что в советское время такого не было. Действительно, говорит технический директор, тогда расход коммунальных предприятий покрывало государство. И каждое лето расточительно циркуляцию обеспечивали, сливая кубометры воды в букпу. Сейчас самоокупаемое предприятие себе этого не может позволить. Переводить город на закрытую систему горячего водоснабжения, то есть прокладывать отдельные трубы, требует колоссальных вливаний. В данном случае мы пользуемся открытой схемой горячей воды. Горячая вода идет технического качества. Качество технической воды, она непригодна к питью. А согласно СНИПам, ГОСТам, вода должна быть питьевого качества. То есть, когда будет отдельная закрытая схема горячей воды, когда будут в домах стоять балера, поступать в эти балера будет холодная водопроводная вода, за счет тепловой сети они будут обогреваться. Вот тогда в дома будет поступать настоящая качественная вода питьевого качества. Люди, у кого есть водонагреватели, переключились на них, другие достали тазики, а платить придется целую декаду мая. Вы можете подать заявку, чтобы не пользоваться горячей водой, вас отключат, и никто начисления делать не будет. Это делается элементарно. Уже когда вновь возобновится централизованная подача воды в августе, нужно будет снова подать заявку и подключиться. Услуга, уверяют, бесплатная.